Второй акт первого эпизода Эхо уже вышел. Одно из важных нововведений новое оружие, которое стоит пофармить в этой части эпизода. Я говорю о дробовике идеальный парадокс, импульсной винтовке, коррозия и конечно о самом сладком, пистолете на ракетной раме, девиантное поведение. Так что в этом видео я расскажу о том, какие перки стоит ловить, или точнее ковать на всем этом оружии. Постараюсь не затягивать, так что даже чай не успеешь допить. Но прежде чем отправиться фармить новое оружие и выбивать идеальный набор перков, нужно чтобы у тебя был сам новый эпизод, а для этого нужно как-то пополнить кошелек в стим. Как это сделать? Да довольно просто. Заходим на сайт Купикот, вбиваем логин своего стим аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промокод на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в стиме, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промокод, с которым пополнение баланса стим будет самой низкой комиссией на первое пополнение. 10%. Помните, что скидки на сайте синхронизированы со стим, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине РФ. В общем, если вы все еще не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании. Думаю, многим сейчас это точно будет полезно. Итак, начнем с коррозии. Импульсной винтовки электрического урона. Электрического урона. Слышим это и в надежде открываем набор перков. Проверяем. Да, есть перк электрозаряд. Самый желанный перк на любом оружии с аналогичным типом урона. Для ПВЕ сложно желать большего. Конечно, пульсовка коррозия столкнется с серьезной конкуренцией в этом слоте с пистолетом должная доброта. Он приятнее, у него тоже есть перк электрозаряд и все такое. Но с учетом того, что всем импульсным винтовкам подняли урон в ПВЕ не так давно, она может побороться за место в вашем снаряжении. Да и потом, это все же оружие, стреляющее обычными боеприпасами. Не особыми, оно экономичнее. Я думаю, что винтовка может и правда довольно быстро занять место в арсеналах стражей, учитывая, что пульсы часто бывают нужны под стан чемпионов. Но давайте все же по порядку. В третьей колонке перков стоит обратить внимание на три варианта, где два более-менее понятны, а третьим я попробую вас удивить. Первое, это усиленные резервы, повышающие урон от последних патронов в магазине до 22% ПВЕ. Не то чтобы прям супер мастхев перк, но скорее приятный бонус, особенно для того же контроля чемпионов в сложных активностях. Второй вариант перк «Просветленное действие», улучшающие обращение с оружием и скорость перезарядки. А третий вариант, самый непопулярный, но при этом, на мой взгляд, жутко недооцененный, перк «Воздушная активация», дающий увеличенный резервный боезапас. Но что еще важнее, значительно повышающий точность и скорость перезарядки оружия при нахождении в воздухе. Звучит как бред. Ну, можете вот на видео посмотреть, насколько быстрее увеличивается скорость перезарядки оружия с таким перком. Нужно только то всего, подпрыгнуть. Это буквально один из лучших перков на перезарядку во всей игре. Насчет четвертой колонки перков, если по каким-то причинам вы не захотите брать, очевидно, самый лучший перк в ассортименте электрозаряд, я бы остановил свой выбор на безумии. Баф урона не особо сильный, только 15%, но при этом его довольно легко постоянно держать активированным, плюс он также даст еще баф к перезарядке, что тоже приятно. Ну или перк один за всех. Жаль, конечно, что его как раз нельзя подвинуть в соседнюю колонку, чтобы поставить в пару с электрозарядом, но даже так, это один из удобнейших перков на урон в ПВЕ. Еще одна пушка, которая появилась с новым актом, дробовик «Идеальный парадокс». Скорострельный кинетический дробовик, абсолютно ненужный в ПВП. Так что говорим тут только о том случае, когда вам хочется поиграть с дробовиком в ПВЕ. Редко такое тоже желание возникает, так что мы тут прям вот ненадолго. Как там обычно играют с дробовиками в ПВЕ? Беги, роняй. Третью колонку поставим двойной заряжатель для ускорения зарядки, а в четвертый столбец выбиваем или рубаку, попадаем и получаем бонус к урону из дробовика на три выстрела вперед. Титанам вообще отлично, беги, бей, чисто их стиль. Или перк «Двойной удар». Хороший вариант для, например, охотников или тех же титанов, чей стиль игры предполагает частое использование рукопашной атаки и стычек на ближней дистанции. Ну и наконец мы подошли к оружию, которое будем использовать все мы. Пистолет на ракетной раме – девиантное поведение. Он, зов и должная доброта. Подобные пистолеты – крайне популярное и эффективное оружие для ПВЕ, которому нет альтернативы. Такой приятной меты на мой вкус давно не было. Они эффективны для чистки мобов поменьше, для урона по мобам побольше эффективны, у них хорошая емкость магазинов и резервов. Чувствуете, к чему я? Это слишком хорошо. Так что я ставлю на то, что ко второму эпизоду, который выйдет осенью, Банжи посмотрит на статистику, на свои данные по мете у игроков, не сможет проигнорировать столь заметный перекос в силе и занерфает пистолеты на ракетной раме. Так что давайте наиграемся с ними вдоволь, пока можем. Тем более, что у пистолета девиантное поведение, есть много перков, которые могут нас заинтересовать. В третьей колонке безумно сложно выбрать между боеприпасы, маячки и исцеляющий магазин. Первый – любимец на подобных пистолетах. Проще целиться, проще играть. Тяжело переоценить то, насколько комфортной становится игра при наличии этого перка на ракетном пистолете. Так что я бы точно мог его советовать, особенно тем из вас, кто играет на геймпадах. Любую погрешность в прицеливании убирает. Исцеляющий магазин – перк, ну так скажем, потоньше. Перезарядка вскоре после добивающего попадания исцеляет вас и ближайших союзников. Держим в голове, что пистолеты на ракетной раме чаще всего убивают с одного попадания по слабым мобам. А еще, что мы часто берем эти пистолеты в сложной активности, в которых нам крайне важна наша выживаемость и выживаемость членов нашей команды. Так что подлечиться во время душной перестрелки в сумрачном налете точно не вредило еще никому. В четвертом столбце, очевидно, самым интересным перком выглядит раскаленность. Уничтожение целей обжигает находящихся рядом противников до смешного идеальный перк для ПВЕ. Больше огня, взрывов и пепла от ваших врагов. Этакая тяжелая версия солнечного выстрела на зеленых патронах, знаете, круто звучит. Очень хочу попробовать такой ролл поскорее. Другой вариант перка для четвертой колонки, диверсант. Вы знаете, что я фанат этого перка на оружие для ПВЕ зачистки. Я советовал его совсем недавно на другом ракетном пистолете, на нитевом ЗОВЕ. И знаете, ничуть не пожалел. Перк очень щедро дает мне при игре с этим пистолетом энергию гранат, а ее, ну, не может быть слишком много. Вне зависимости от того, на каком классе персонажа вы играете. Как-то так. Слишком очевидно, да, что пистолет среди этой троицы самый интересный. Надеюсь, подобные пистолеты все-таки не так скоро занерфят, и я ошибаюсь. Ну а вы не забудьте подписаться на канал и телеграм, чтобы не пропустить ничего важного. Я теперь еще эмблемы вот разыгрываю среди подписчиков. Приятный бонус для коллекционеров. А подписавшись на Бусти, ты можешь еще и поиграть со мной. Я иногда помогаю своим подписчикам пройти активности и квесты, для которых нужна команда. Вот, например, миссию «Две судьбы» на классовый экзот недавно проходили. Спасибо за просмотр и удачи! Самый лучший из лучших сэр! Отличник!